Привет! У тебя при ходьбе болит нога. И что с этим делать? Как ты думаешь? Сейчас будет разбор. Я тебе покажу, как, нагружая конечность, можно выявить конкретно проблемы. Полечить ее. Я Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт и кинезиолог. Поехали! У нас на разборе сегодня наш коллега Михаил с жалобами на боли в левой нижней конечности. Расскажи, Михаил. Имеется боль в тазобедренном левом суставе и левом коленном суставе. Эта боль появляется, либо усиливается при каких позициях тела? При движении. При движении, либо после физических нагрузок, после бега. В данном случае необходимо понимать, что здесь хороший уровень здоровья. И при каких-то нагрузках что-то происходит ненормальное в левой ноге. Все. Опять же повторюсь. Если сделаем какое-то обследование с высокой долей вероятности, мы ничего не найдем. Где-то там можно написать артроз первой стадии, например. И все. А как лечить проблему? Смотрите. Ложись на спину. Мы используем левая нога проблемная, правая не беспокоит. Мы тестируем мышцы. Смотрим рефлекс. Давите. С этой стороны работает. Давите. Давите. С этой стороны работает. Все супер. Давите. И здесь работает. Давите. И здесь работает. Может, конечно, к нам пациент пришел за больничным листом. Мы ему не выдадим. Потому что здесь мышцы работают. Но я тестироваю сейчас на кушетке. А проблема возникает при нагрузке. То есть я должен сымитировать нагрузку здесь. Давите. Я могу тестировать со стопой. Смотрите. И вот здесь появляется проблема. Да, так можно тестировать. А на другой ноге. Давите. Проблемы нет. Проблемы нет. Я на пальцы ухожу. Проблемы нет. И это норма. Вот так должна конечность работать. Поэтому она не болит. И здесь, слава богу, никаких анатомических проблем не будет в суставах. Для того, чтобы они не появились. И через 20, и через 30 лет здесь все мышцы должны работать. Поэтому здесь, скорее всего, была травма левой стопы. Как она может произойти? Очень легко. В момент ходьбы мы часто можем травмировать пальцы. Биться пальцами. Давайте проверим. Я сымитирую механизм травмы. И стало легче. То есть это стопа под нагрузкой. Выключает всю левую ногу. И появляется боль. Доказательство этому еще раз. Смотрите. Давите. Так работает. Так работает. Понагружай стопу. И все. Аналогично на этой сцене. Давить. Давить. И норма. В этом и отличается. Какие таблетки надо здесь пить? Никаких. Нужно ли массаж делать? Ну, хочет пусть делает. Можно не делать. Нужно ли упражнения делать? Сколько ты в течение дня ходишь пешком? Наверное, пару километров. Здесь можно увеличивать время ходьбы. Те, кто спрашивает и ожидает какие-то чудо-упражнения, вы просто поднимите пятую точку и начните ходить пешком. Вот вам чудо-упражнения. Те, кто ждут какую-то чудо-таблетку, таких таблеток нет. Двигайтесь. Давите. Если у вас есть в вашем регионе специалисты по методу PDTR, а по ссылочке ниже вы можете их у себя найти, пожалуйста, обращайтесь. А если вы именно заинтересовались и хотите стать специалистом PDTR, по ссылочке ниже приходите к нам в обучение, мы научим. Можно лечить. Здесь удар через первый палец. В основании первой плюсневой косточки, вот здесь, здесь вот стопы, произошла травма плюсневой кости и клиновидной кости. То есть они стукнулись. И это создает проблему всей этой конечности. Лечение. Давите. Тупой ногой. Дай. 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 Дай, дай. Работает. Еще раз держи. Дай вверх. Еще раз. Дай. Работает, но здесь что-то можно еще улучшить. Держи, пожалуйста. Дай вверх. Дай. Дай. Так работает. Я хочу еще раз посмотреть. Может быть здесь есть связочный компонент. Я нагружаю стопу. Давите. Все равно она должна работать лучше, поэтому я это уберу. Дай. Дай, дай. Еще раз. Дай. 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 Это связки. Кстати, эта дисфункция могла сама разрешиться. Но у вас будет ощущение, что он плохо давил. Топай. Дай. Дай, дай туда. Пациент добежал до метро. Дай вверх. Дай, дай, дай. Работает. Дай вверх. Все работает. И только вот таким образом, включив эти мышцы, а мы сделали это не принудительно, а нашли ту причину, которую нагружает нервную систему, устранили ее и мозг сам включил. Только так работает наш организм. Всем успехов, хорошего дня, больше двигайтесь и меньше пейте таблетки. Это снова мы. Наш коллега походил. И мы решили все-таки еще проверить коленный сустав и тазобедренный. Значит, как это выглядит. Дай, пожалуйста. Я могу нагрузить колено. Дай. Нагрузить колено. И выключилось. Здесь неправильно работает креслообразная связка. Для ее коррекции. Дай, видите. Я собираю компоненты необходимые. Дай, видите. Лечение. Дай. Сила. Теперь я нагружаю связки тазобедренного сустава. Я сделал тракцию по оси. Я нагружаю связку. Есть в самом тазобедренном круглая связка. Дай, видите. Дай, дай. И она тоже в дисфункции. То есть на фоне здесь что происходит? На фоне имеющейся травмы стопы идет каскад каких-то нарушений, которые формируются вторично. Эти дисфункции могут в течение 2-3 дней при активном виде спорта разрешиться. Но мы это уберем. И растягивайте связки. Сейчас движение мягче пошло. Дайте. Теперь потопы снова долго. Тише. Дай. Дай вверх. Вверх, дай вверх. Вот здесь я теперь уверен. Стопа работает и вся конечность на 100%. Давайте подведем итог. У нашего молодого пациента очень хорошо работали ноги. Но когда мы нагружали стопу, они выключались. И это соответствовало с его клиникой. У него боль усиливалась и появлялась во время ходьбы. То есть там была травма стопы. Мы ее полечили. Потом полечили несколько связок на стопе, колено, тазобедренный сустав. И только так мы включили абсолютно все мышцы. И при нагрузке у нее не появляется слабость. Если тебе понравилось видео, поставь колокольчик, подписывайся на канал, лайк. А если хочешь также использовать методику PDR, приходи к нам на обучение. Меня зовут Забровин Михаил. Всем пока. До новых встреч.